Сегодня в общественной палате Карачаева-Черкесии прошло обсуждение доклада Фонда исследования проблем демократии конкуренция на выборах 2024 года. Собравшиеся поднимали вопросы касаемо введения агитационной работы политическими партиями. Подробности у Алихана Лепшокова. В обсуждении доклада Фонда исследования проблем демократии, посвященного конкуренции на выборах, приняли участие эксперты, представители общественного штаба, общественные палаты Карачаева-Черкесии. Открывая собрание, председатель общественной палаты республики Елена Ляшова подчеркнула важность и конкуренция между политическими партиями, которые являются показателем их демократичности. Любая избирательная кампания, мы говорим, она проходит демократично, если есть конкуренция. Поэтому сегодня мы будем говорить о том, что конкретно происходит в нашей республике, как исполняются основы демократии, как у нас происходят электоральные процессы в нашей республике. И так как сегодня собрались очень грамотные люди, это социологи, политологи, журналисты, работники общественной сферы, но хорошо знакомы с этой тематикой. Эксперты общественного штаба общественной палаты Карачева-Черкесии отметили проводимую работу политическим партиям по агитации в СМИ, также в плане патриотической направленности, что непосредственно отображалось в докладе фонда исследования проблем демократии. Поэтому у нас тоже такой хороший, приличный уровень конкуренции. Потому что по материалам фонда исследования проблем демократии общий уровень конкуренции в целом по России это 6,5 единиц. То есть где-то идет 7 партий, где-то идет 4 партий, где-то идет 5 партий. Поэтому у нас очень такой неплохой показатель. Второй тренд, который выделяется, это то, что я уже об этом говорила, хотелось бы повторить, потому что он переходит из доклада в доклад, поскольку фиксируют в качестве результатов его. Это то, что у нас все партии, которые идут сейчас на выборы 20-24, они работают в рамках патриотического консенсуса. Хочу отметить, что высокая конкурентность, действительно 318 человек на один мандат, это, конечно, очень высокий показатель. Также хочу сказать о том, что идет большая подготовительная работа, чему мы являемся наблюдателями. Готовят специалистов не только для работы на избирательных пунктах, но и общественных наблюдателей. И такой большой пул общественных наблюдателей, который сейчас готов включиться в процесс голосования, наверное, увеличит прозрачность. Активность деятельности политических партий – это показатель конкурентоспособности в выборах, отмечают участники круглого стола. Так, в обсуждении доклада было подчеркнуто, что необходима открытость при подготовке и проведении выборов. Все это позволит провести голосование более качественно. Усиление политической конкуренции, оно своим следствием имеет усиление борьбы именно на выборах в ходе электорального процесса. Соответственно, роль общественной палаты, общественного наблюдения, она значительно возрастает. Та задача, которую перед нами ставится, то есть задача обеспечения прозрачности выборов, конкурентности, она становится еще более актуальной. По завершению работы круглого стола участники еще подчеркнули главную функцию общественных наблюдателей. Это в первую очередь обеспечить соблюдение прав всех кандидатов политических партий. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести, Карачаева, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова